Новый способ мошенничества с кредитными картами. Если раньше аферисты присылали смс-сообщение с просьбами перечислить деньги или позвонить в банк, то сейчас вышли на новый уровень. Стоит открыть ссылку из вредоносного сообщения и денег на счету, как не бывало. Новый вирус незаметно для пользователей проникает в смартфоны и молча делает свое дело. Дамир Гайфулин подробнее. Интернет-банкинг для жительницы Липецка Надежды Стальбовской уже давно стал незаменимым. С его помощью можно оплатить почти любую услугу. Операции, как правило, совершаются быстро и просто. Точно так же, легко и непринужденно, неизвестные похитили с ее счета, привязанного к телефонному номеру, 8 тысяч рублей. Надежда уверена, во всем виноваты кибермошенники, которые заразили ее гаджет. Пришла смс-ка на WhatsApp. Ничего подозрительного я, конечно, не обнаружила сначала. А вот в понедельник вечером, да, я заметила, что мне телефон сам выключает звук. Мне перестали приходить смс-ки именно от Сбербанка. Надежда далеко не единственная, кто пострадал от рук кибермошенников. Сообщения, зараженные вредоносными программами, получают по всей стране. Архангельск, Саратов, Бурятия, Пермь, Новосибирск. Вот неполный перечень городов, жители которых потеряли деньги после получения сомнительных сообщений. Ведущие финансовые учреждения давно создали специальные службы по борьбе с хакерами. В Сбербанке с 2015 года действует система противодействия кибермошенничеству, которая каждый месяц практически сейчас развивается. И за первую половину, с января по октябрь, так скажем, 2016 года, эта система предотвратила более 8 миллиардов хищений со счетов граждан. Мошенников, несмотря на все усилия, меньше не становится. Преступники постоянно находят новые, все более изысканные способы отъема денег у банковских клиентов. И вот новый вид обмана. На телефон жертвы приходит такое вот СМС, якобы от Федеральной службы судебных приставов. Сообщается о том, что у вас есть долги. Чтобы оплатить их и получить более подробную информацию, нужно перейти по ссылке, прикрепленной к письму. Но стоит открыть ее, и денег на карте как не бывало. Все дело во вредоносном приложении, которое получает доступ к личным данным пользователя и паролям. Оно тайно устанавливается в смартфон после нажатия на ссылку и сообщения, а затем блокирует связь пользователя с банком и получает полный доступ к его финансам. Пользователь запускает приложение банковское, а вредонос перехватывает это событие и отрисовывает поверх свой интерфейс. Пользователь вводит логин и пароль, данные уходят. Служба судебных приставов к этой истории не имеет никакого отношения. Ведомстве утверждают, все требования об оплате должникам они отправляют по почте. Узнать о задолженности можно и на официальном сайте организации, но никак не по СМС, рассылка которых в ведомстве просто не занимаются. Направление каких-либо СМС-уведомлений в данном случае службы не используют. Тем более указывать в этих СМС-уведомлениях ссылку. Подобные вирусные приложения, как правило, разрабатывают целые группировки кибермошенников. В них ходят профессиональные программисты и дизайнеры. Пока одни пишут код вредоносной программы, другие копируют внешний вид приложений известных банков. Да так, что от официальных их не отличишь. Ведь прикрываться чужими именами крайне удобно. Логотипы, символика, названия сайтов выглядят как оригинальные. Далее вредоносные программы рассылаются тем, кто активно пользуется интернет-банкингом. Причем атака идет по всем фронтам. Региональные и государственные границы не останавливают хакеров. В этом году появилась возможность поставить приложение, запустить его полностью без вредного пользователя. То есть раньше какая-то активность нужна была. То есть нужно было пройти какую-то директорию, запустить приложение, нажать какую-то иконку. Сейчас все полностью делается за пользователя. Все полностью. От начала до конца. Скачка, установка, запуск, выполнение. Жертвы ничего не подозревают. Вернуть деньги в том случае, если их похитили создатели специальных вирусов, чрезвычайно сложно. Как доказать банку, что средства через мобильное приложение перевел не сам клиент, а некий злоумышленник? Что касается надежды, то она уже написала заявление в полицию. Рассчитывает, что тех, кто украл ее деньги, когда-нибудь найдут. Если ваш телефон перестал принимать сигнал, стоит поторопиться не в ремонт, а в банк. Мошенники освоили новую схему кражи денег со счетов. Теперь им не нужны данные пластиковых карт. Достаточно получить доступ к мобильному приложению клиента. Для этого некоторым умельцам хватает дубликата сим-карты, которые им почему-то запросто предоставляют в обычном салоне сотовой связи. О том, как защитить свои персональные данные и кто допускает их утечку, в репортаже Дмитрия Блинникова. Даниил Бондарь меньше чем за минуту потерял целое состояние. Пока был в командировке, мошенники сняли с его счета в банке огромную сумму. С моего счета списана практически вся сумма, то есть почти 26 миллионов рублей. В салон связи в Москве пришел неизвестный, показал паспорт Даниила и попросил перевыпустить якобы потерянную сим-карту. Дубликат вставил в свой телефон, вошел в мобильный банк и получил доступ к деньгам предпринимателя. Дважды пытались их отправить вначале по срочному статусу платежа, а потом по обычному в город Кемерово. Незнакомые мне организации, незнакомые им ИП. Аферисты больше не ищут данные пластиковых карт своих жертв. Достаточно просто узнать номер телефона. К нему у многих привязан мобильный банк. Обычно мошенники приходят в салоны связи с поддельными паспортами. Но дубликат сим-карты можно получить и по доверенности. Необходимо знать паспортные данные абонента, обратиться с доверенностью в салон. И в таком случае оператор связи обязан заменить сим-карту. У Ольги Голубева и Схимок таким образом сняли деньги сразу с трех счетов. Все вместе несколько миллионов рублей. Получить сим-карту каким путем? Прекрасно. У нас тут нотариус, да? Все может сделаться по доверенности. Нотариус самовольно все может это решить и принять решение. Потому что сколько уже дел таких поддельных. Подлинность паспортов и доверенности никто не проверяет. А эксперты не исключают, что аферистам помогают сами работники салонов связи. Там хранят копии документов всех клиентов. Вот тут сам офис, где изготовили дубликат сим-карты Даниила Бондаря. Даже для проведения незначительной операции здесь требуют паспорт. У нас сейчас все так строго, что мы у нас с фотографированием большинства сделаем паспорт. А там, ну, как говорится, есть какие-то гарантии, что Майданы никуда не уйдут? Конечно, есть. Какие? Тот человек, который стоит за стойкой и выдает сим-карту, он тоже находится в сговоре или с преступниками, или он подкуплен, или специально подсажен. Обычно это именно так. Ольга Голубева от салона связи даже извинений не добилась. Теперь идет в отделение банка, чтобы понять, как мошенники узнали логин и пароль ее мобильного приложения. Но объясняться менеджеры не настроены. Когда вам берут и звонят, либо вам смс придет в ответе на заявление о прощении. Еще одно предположение экспертов. У аферистов могут быть сообщники в банках. Кто, как не их сотрудники, знает логины и пароли аккаунтов клиентов, и сколько денег хранится на счетах. Хотя получить эту же информацию можно заранее запустив в вирус телефон жертвы. Чтобы защитить свои деньги, достаточно заключить блокирующее соглашение с оператором связи. Четко прописывается запрет на какие-либо операции по доверенности. В идеале вообще разграничивать сим-карты по различным функциям. Связь одно, приложение различное одно, возможно даже банковские операции третье. То есть, в принципе, если у нас оборудование достаточно серьезных денежных средств, смысл есть заводить отдельно даже, может, телефон. Это самый действенный способ, и Даниил жалеет, что этого не сделал. Часть украденных у него денег полиция уже нашла на счетах одной из компаний. Но получить их бизнесмен может не скоро и только через суд.